Еще раз хочу поблагодарить организаторов за приглашение на столь важное мероприятие, попрепрепствовать всех участников, пожелать хорошей погоды, хороших урожаев. И действительно, я сейчас представляю Национальный центр «Зерна», который раньше назывался «Гнис и Невукьянка». Нам уже 110 лет, мы эти 110 лет неприверно работаем, создаем для вас сорта, их очень много уже в реестре, ежегодно 15-20 сортов, не только зима и мягкая пшеница, но и твердая, и третикалия, и двуручек, и полгоспельта. Мы, как говорится, действительно, сейчас у нас половина площади азимой пшеницы в России занята краснодарскими сортами, и уже 10% мирового сбора зерна – это тоже краснодарские сорта, потому что наши сорта сеются и в Средней Азии, и Армении, и Азербайджан, и Турция, и Афганистан даже, поэтому, ну, естественно, Восточная Европа, и на той же Украине сеются, даже переименовываются наши лучшие сорта на их лад, но сеются все равно краснодарские сорта. Поэтому мы работаем для вас и стараемся, чтобы у вас были высокие урожаи, и, как говорится, вы, ну, взял хлеб на ваших столах. Сейчас нас попросили рассказать именно про особенности подкормок наших сортов и вообще сортов. Действительно, это очень тонкая наука. Хочу сразу сказать, что вообще агрономия – это, как говорится, неготовые рецепты. Действительно, каждый агроном должен знать историю своих полей, и, как говорится, ему принимать решения по каждому конкретному полю, по каждому конкретному мероприятию, согласно севоборота, согласно даже плодородию поля, согласно выпавшего дождика или не выпавшего дождика. Но каждый агроном должен знать основные тенденции. И вот эти тенденции мы сейчас напомним, и уже каждому агроному принимать решения по каждому конкретному полю, что он будет делать, чтобы получить максимальную отдачу, максимальную отдачу с этого поля. Значит, приведу цитату известного нашего агрохимика, основателя арктической агрохимии Дмитрия Николаевича Пряничникова, который сказал, что «избыток удобрений не заменит недостатка знаний». Так и есть. Потому что, как говорится, ну, сейчас, к сожалению, такая ситуация, что нам избыток удобрений не грозит по экономическим причинам. Наоборот, сейчас рентабельность производства пшеницы, хотя бы по той же самой пошине, которая изымается при экспорте, резко снизилась, и даже самые лучшие хозяйства получают рентабельность ну, 20-30%, тогда, когда еще в прошлые, позапрошлые годы это доходило до 100-150%. Поэтому даже если были, как говорится, ошибки некоторые совершались, просто прибыль падала, но пшеница была всегда рентабельна. Сейчас уже ошибки допускать нельзя, потому что уже, как говорится, малейшая ошибка, вы можете уйти в ноль или даже уйти в убыток. Поэтому удобрения – это не то, на чем стоит и нужно экономить. Его нужно правильно использовать, эффективно использовать, чтобы получать максимальную отдачу. Вот сейчас я расскажу некоторые особенности, которые вы все прекрасно знаете, и вы должны были проходить на агронфаке, но я просто их вам напомню. Так, следующая. Значит, ну, есть три вида подкормки. Это у нас главные, получается, пример златалой возобновления весенней вегетации, которая идет на развитие биомассы, идет максимум на урожай. Есть вторая подкормка при выходе в трубку. Если первая подкормка увеличивает только урожайность, то вторая подкормка идет и на увеличение и урожайности, и на качество зерна. И также есть листовые подкормки, которые можно вносить во все в месте вегетации, вместе со всеми агроприемами. Ну, вот именно при выходе, при калашении, при наливе зерна по лесу, растворами удобрений, также можно, но эти удобрения поступают уже, идут только на качество зерна. Значит, есть особенности, вот давайте перейдем сначала к действующему веществу, есть много удобрений и нитратная форма, самая доступная, амидная форма, аминная форма, и в общем, чтобы они стали бы доступными растениями, фактически нужно какое-то время. Получается, что самая быстро поступающая в растение используется нитратная форма, и поэтому самую первую подкормку, которую вы делаете померзла от талой почвы, нужно делать с удобрением, которое содержит максимальное количество нитрата, а это как раз мяточная селитра. Поэтому она более эффективна при низкой температуре почвы, это сразу используется, растение быстро трогается в рост. Если вы используете удобрение, которое больше амидная форма или амидная форма, она должна, кажется, эта форма перейти в нитратную, а для этого нужно и время, и температура, и работа микроорганизмов. Поэтому всегда надо помнить, что самая эффективная первая азотная подкормка – это селитрой. Но, к сожалению, сейчас так складываются условия, что мы находимся на юге страны, уже крупные хозяйства, с которыми мы работаем, пришлось им уйти от селитры, потому что она взрывоопасна. Особенно те, которые находятся близко к границе специальной военной операции. Там есть риск терактов, есть риск залета дронов, снарядов, и поэтому крупные хозяйства ушли полностью от селитры, боятся, как говорится, последствий. Поэтому даже менее эффективную мы используем КАС, потому что есть опасность, как говорится, чисто ситуативная. Поэтому первая подкормка должна по максимуму проводиться селитрой, а уже вторая подкормка, когда почва прогрелась, когда начинается выходить в рубку, тут же вы можете проводить селитрой и, скажем так, и мочевиной, и КАСом, ну, всеми азотными удобрениями, и сульфат аммония, который также можно вносить в зону действия корней. Опять же, вторая зонная подкормка, когда проходит прогрев, почва, она подсыхает, ее можно также вносить еще и сошниками в зону корней. Это и рыхлит почву, и удаляет, как раз именно, как бы, бородование происходит, удаляются отмежшие листочки, дается воздух корням, и такие зоны удобрения более эффективно используются. Их можно меньше вносить, и они более эффективно будут использоваться, если будет давать в зону корней. Но, опять же, некоторые хозяйства полностью бывают заточены под КАС, у них есть и хранилища, они работают чисто КАСом. У КАСы нитратная форма обычно 25%, и, соответственно, они более долгоиграющие удобрения для того, чтобы они действовали, у них пролонгированное действие. Поэтому, если вы носите вторую подкормку КАСом, то вы должны учитывать, что он, как говорится, работает как заторможенное удобрение, поэтому его нужно носить именно вторую подкормку немножко раньше. Если вы работаете селитрой, то между первой и второй подкормкой должно проходить примерно месяц, там дней 40. Если вы работаете КАСом, то там может быть проходить между первой и второй подкормкой 20-25 дней. И, значит, ситуация сейчас у нас, к сожалению, по благонакоплению и в Краснодарском крае, и в Савропольском крае, и в Ростовской области. Я знаю, по югу очень, скажем так, еще рискованно. Очень мало осадков выпало осенью, очень мало осадков выпало зимой. Мы надеемся на февральские осадки, на мартовские осадки, но, скажем так, все равно удобрения нужно уносить, и нужно их носить вдробно. Потому что мы не согласны с тем, что если растения перекущенные, сильно распустились, не нужно совсем носить первую азотную подкормку. Азотную подкормку первую нужно уносить всегда. Но просто на перекущенные посевы ее нужно несколько уменьшать. Может быть до центра, до полцентра, но все равно нужно давать удобрения, чтобы растения стартовали. И самое главное, что первую азотную подкормку, тем самым по выбору полей, нужно начинать именно с самых слабых, самых поздно посеянных, самых изреженных, самых, как говорится, изморженных, поврежденными морозами посевов и самых скороспелых сортов. Потому что скороспелые сорта очень быстро развиваются, они не дожидаются, как говорится, нитрификационных процессов естественной почвы, ей закладывают мелкий голос, и потом уже никакими подкормками уже вы не сможете сформировать нормальный урожай. Поэтому скороспелый сорта кормится в первую очередь, и в первую очередь кормятся все посевы ноябрьских, декабрьских тропов посевов, у нас такие тоже бывают, которые там бывают, даже еще не в зашире, а в шире находятся, или даже находятся в фазе двух листочков. Потому что тут нужно максимально быстро, максимально дать им старт, чтобы они догоняли своих товарищей, которые распустились, чтобы закрыли скорее землю. Вы должны помнить, что с поверхности земли испаряется гораздо больше влаги, чем с поверхности листа. Поэтому если у вас влаги в почве нету, и мало сохранилось, вам нужно максимально добиться скорее, чтобы растения закрыли землю своими листвой, тогда это будет проводиться экономия влаги. И также вы должны помнить, что если в почве питания нету, если, скажем, одна условная молекула азота на литр воды, вот растение пока не перекачает этот литр воды, чтобы взять эту молекулу азота. Соответственно, она на этот литр весь поиспольфует. Если уже вы дадите питание, и будет там 10 условных молекул азота на литр воды, соответственно, ей нужно будет меньше воды, чтобы транспортировать это питание. Поэтому, когда дефицит влаги, когда влаги в почве нету, мы должны надеяться, что дожди пройдут впоследствии, и азот все равно давать сразу. Потому что нужно максимально, чтобы растения развивались, и к моменту, как говорится, если осадки пойдут, чтобы уже был сложен нормальный урожай. Догонять уже потом хвост будет тяжело. Если вы сразу не подкормите, потом дожди прошли, уже вы потом ни биомассы не наберете, ни урожай, ни качества. Так, ну и вот, что на этом слайде. Ну, в принципе, не надо допускать, если бы это азота тем, что есть такие люди, которые стремятся за одну подкормку внести все. Неси сразу 3-4 сантиметра селитры в первую подкормку, чтобы потом вторая подкормка может не подействовать. Это опасно, это действительно может и влаги не хватить, и может потом отравление азотом тканей, потому что тоже большое количество солей, это опасно. Ну, про дробную подкормку я уже сказал, и про то, что надо начинать подкормку со слабо-насотых посевов. Ну, опять же, еще такая, скажем так, закономерность, китайская такая пословица, когда ребенок рождается, ему уже 9 месяцев. Поэтому, если вы весной начинаете подкормку, вы должны помнить, что очень неплохо, чтобы с осени растения также были накормлены. Если вы под разделку растительных остатков пропорционных предшественников дадите условно эквивалент центра селитры, у вас уже не будет такой головной боли весной, что у вас будут там голодные посевы, видно, что прямо голодающие желтого цвета. Поэтому уже думать о весенних подкормках нужно делать с осени, и уже давать вот именно под жесткие предшественники азот с осени. Есть такое книжное, как говорится, высказывание, что азот мешает нормальной перезимовке, но он мешает, когда он в избытке. На парах там, на, как говорится, горохах предшественниках. Но если мы сидим по большим предшественникам, центр селитры только увеличивает морозостойкость пшеницы. Потому что растение будет больше содержать белка, лучше разовьется. Поэтому думать о весенних подкормках нужно уже с осени, давать уже азот с осени, особенно по жестким предшественникам под разделку растительных остатков. Потому что именно микроорганизмы и растения потом начинают бороться за этот азот. Микроорганизм он нужен для разложения, растения он для роста, и азота не хватает, и начинается борьба и война. Чтобы этого не было, давать надо азот с осени, тоже газ, тоже сульфат аммония, который как основное пропоршное удобрение, ту же селитру, что у вас есть. И потом уже сеять пшеницу с основным удобрением, с мохосом и другими, как говорится, комплексными удобрениями. Так, опять, дробные подкормки как раз стабилизируют равномерно, дадут поступать азот в ткани растений. И поэтому, еще раз повторяю, нужно иметь персональный подход к каждому полю. Нет, как говорится, готовых рецептов, чтобы нужно сделать то-то и то, и получим отличный результат. Действительно, мы ходим все, как говорится, под богом, под погодой. Никто не знает, когда и сколько выпадет осадков, какая будет температура. Если бы это было известно, все можно было бы расписать каждое действие. Но это неизвестно, каждый год это загадка. И вы должны, как говорится, знать информацию о среднемноголетних данных, знать историю своих полей, знать их водородие, знать предшественники, знать засоренность с сорняками, болезнями. И уже на основе всех этих данных опыт эконом принимает конкретные решения по конкретному агроприему и по конкретному количеству удобрений, куда он собирается вносить. Опять же, скажу, что вторая зодная подкормка надо вносить, естественно, чтобы она поиспользовалась у вас. Часто в это время бывают сухови в Ростовской области, жарко, сухо. И очень опасно, если на поверхности почвы останется соли, и они не используются растениями. Поэтому нужно подгадывать вторую зодную подкормку, которая начинается при выходе в трубку, если мы работаем с солями, под дождик, под росу, под обильный туман, чтобы максимально соли растворились, поиспользовались растениями. Опять же, можно вносить сошняками в зону корней. Это старыми раздолбанными селками, которые уже, как говорится, соли разъедают их. Вот старыми ССЗ-3,6 поцепляем с плавочным сошняком, который идет, как говорится, может поперек посева, под небольшим углом, чтобы не вырывало растение. И рыхлиться будет почва, и будет более эффективно использоваться удобрение. И также хочу отметить, что если вторая зодная подкормка также увеличивает и размер полоса, потому что не дает время на при выходе в трубку для формирования более крупного полоса. И также не позволяет растению сбросить дополнительные поведения ухудшения. Если вы не дадите вторую зодную подкормку, то после первой зодной подкормки может много распуститься стеблей, но они потом при нехватке питания начнут сбрасываться, и у вас останется очень мало. А вот если вы дадите вторую зодную подкормку, то у вас и полос главный более крупный будет, и также у вас и в побеге гущения сохранятся, и хотя бы по несколько, там, 10-15 зерен дадут, и это увеличит как раз урожай. В урожайности, которая всем очень хорошо известна, это биомасса, умноженная на уборочный индекс как ос. Это увеличивается, и припыляется урожайность. Надо накопить максимальную биомассу и стимулировать растение, чтобы оно максимально использовало перекачку всех питательных веществ из соломы в зерно. Но, соответственно, биомасса делится, как говорится, на несколько множителей. Значит, это число растений, которые мы загладываем при посеве, нормой высева. Понятно, там, структура кофе, сорта по-разному кустятся, потом продуктивная кустистость. Продуктивная кустистость у нас регулируется как раз с азотными удобрениями первой азотной подкормки. Мы можем хорошенько пропитать ее, и, соответственно, можем, как говорится, увеличить количество стеблей и сформировать их. Соответственно, потом число зерен в колосе. А вот число зерен в колосе формируется в основном второй азотной подкормкой. Потому что, если есть питание при выходе в трубку, будет закладываться более крупный продуктивный колос, и не будет сброса колосков. Есть редукция, знаете, вот когда недокормишь пшеницу, видно, что там были плохие погодные условия, что снизу там 2-3 недоразвитых колоска. Если будет нормальное питание, второй азотной подкормки, эти недоразвитые колоски формируют зерно, и колосок более продуктивный. Но еще я повторяю, что и не сбрасываются, и более мелкие колоски, они отсыхают, они тоже пока вкладываются в свою роль в урожай. Число зерен в колосе я сказал, и масса тысячи. Но масса тысячи, к сожалению, или к счастью, это генетически наследуемая величина, ее трудно изменить. Она вот по кусок приемлема, и в хороший, благоприятный год по влаге, она будет хорошая масса, еще крупная. Но если будут суховеи, нехватка питания, болезни, тогда будет более щуплое зерно. Поэтому массу тысячи мы можем регулировать в основном защитой от болезней. И вот перемножением этих всех множителей получается урожай. И в конечном счете мы получаем урожай за счет того, что имеем максимальное количество зерен на единицу площади. Поэтому современные сорта формируют 20-25 тысяч зерен на квадратный метр. Если сорта, которые хорошо пустятся, формируют большое количество зерен за счет количества колосков, их больше становится, а сорта, которые крупноколосые, за счет более крупного размера колоса. Но у них, естественно, соответственно, меньше этих количеств колосов. Поэтому, как бы мы ни старались, мы увеличиваем или тот множитель, или этот множитель. Но в конечном счете перемножение количества стеблей на размер колоса и количества зерен в нем дает и как раз урожай, количество зерен на единицу площади. И поэтому мы должны стремиться, каждый, кто должен стремиться, максимально увеличить количество зелени на единицу площади. Тогда будет максимально урожай. Ну и, соответственно, есть еще особенности. Если мы говорим про нормальный год, когда у нас уже при выходе зимы есть начало гущения, и растения нормально развиваются. Есть два сорта типа у нас основных краснодарских. Это сильно густящиеся, это первая глава, это Алексей, Шармат, Верена, Герда, Гром, Комер, вот перечисленные все. И крупноколоссии, вот это Антонина, Поград, Бумба, Ваня, все ниже перечисленные, тут много. И вот есть особенности, как более эффективно использовать удобрения для максимального количества урожая. Значит, те крупные, сильно густящиеся сорта, они дают урожай за счет большего количества стеблей. Им нужно, условно говоря, две трети азота дать в первую азотную подкормку, чтобы стимулировать максимальное огущение. Для сортов, которые е, крупноколоссии е, они наоборот, их сильно заглушивать нельзя, они начинают болеть, болегать. Им нужно во вторую азотную подкормку дать максимальное питание, чтобы вспомнился очень крупный голос. Им в первую азотную подкормку дается треть азота. Примерно, условно говоря, если три центера даете, то центер в первую азотную подкормку и два центера во вторую. И тогда будет максимальная отдача. Если мы эти мероприятия перепутаем, мы только снизим урожай. Поэтому вы должны знать особенности, какой сурок у вас относится, и, как говорится, делать акцент конкретно и на первую, и на вторую подпорку. Но еще раз повторяю, данное правило относится к нормальным условиям, при нормальном развитии, когда они уже вышли в начале пущения хотя бы. Если у вас весной эти сорта выходят в фазе гуглистов или шила, тут уже нужно совсем другую стратегию. Нужно, как говорится, максимально травить, максимально часто кормить, потому что, чтобы развить биомассу. То тогда это правило не работает. Правило первое, третье и второе, третье, работают при нормальных условиях. Если у нас, говорится, слабые посевы, делите травить и боеподкормки, и давайте чуть ли не через 10-15 дней, чтобы максимально разбить биомассу. Следующее. Ну вот, и прежде временно вторая зубная подкормка, особенно селитрой, существенно сложается в санитарную обстановку и усиливает пущение. Поэтому не нужно спешить со второй зубной подкормкой, нужно все-таки дожидаться начала выхода в трубку. Если вы работаете селитрой, нужно какую-то паузу выделить между первой и второй зубной подкормкой, потому что действительно может перегуститься и будет больше болезней. Но если работаете кассом, действительно, вот тут как раз это правило немножко смещается. Касс более медленный и действительно вторую зубную подкормку кассом нужно носить немножко раньше. И вторую зубную подкормку необходимо проводить перед выходом в трубку, как правило, через 30-40 дней. Но я об этом уже говорил. Азот второй подкормки, несенный через две недели после первой, не используется в полномерии для реализации круглого полоса. А если не говоришь, минутка. Все, заканчиваем. Ну вот пример по новым сортам, которые сейчас хотим вам порекомендовать, прорекламировать. Даже по пропашенным предшественникам, в Овку грузное зерно, сорт Победа-75, новый сорт. Вот видите, сформировал в наших опытов, что один сеткер, превзошел в тайну до полторы тонны. Он эффективно использовал питание, потому что давали два сеткера селитры в первую азотную подкормку и два сеткера во вторую азотную подкормку. И в результате этого у нас получилось большее количество упущения, 657 стеблей и при этом крупный колос. И вот результат выраженности, это емкость ценоза, количество зерен. Получается 25 тысяч зерен у него было на квадратный метр или 2,5 зерна на квадратный сантиметр. И вот за счет этого он обошел в генеральный сорт Таня и, соответственно, дал высокий урожай. Поэтому, ну вот как маленькая реклама нового сорта. И вот сорта, напоминаю, те скороспелые, ультраскороспелые, скороспелые. Еще раз повторяю, те, которые нужно, обязательно начинать с них подкормку и весной раньше. Потому что скороспелые сорта, еще раз повторяю, они не дожидаются нитрификационных процессов. Их нужно полностью питать за счет химических удоврений. Потому что, чтобы максимально сформировать урожай, с них нужно начинать подкормку, первая злокная подкормка. Тогда будет им максимальная отдача. Если вы пропустите первую злокную подкормку в эмскороспелках, то получается очень маленький голос. Так, ну если вернуться назад. А, наверное, я уже тут. Ну и, соответственно, более поздней спелые сорта. Они обычно крупноколоссы. И как раз они больше должны использоваться акценты на вторую злокную подкормку. Потому что им азор нужен при формировании крупного колосса. Ну вот, в крае в целом я попытался рассказать, напомнить вам всю информацию. Очень-очень интересно. А, пожалуйста, за строжниковый вопрос. Подскажите, пожалуйста, у нас с осени мы 100 кг касса внесли. И 250 кг у нас сейчас на весну. Уже густота у нас оптимальная, в принципе. Тысяча? Тысяча. А можно микрофон? Да, вот, пожалуйста. Тысяча стилей уже есть на квадрате. Вот как нам, чтобы не проскимулировать опухольное обучение, нас планируем и все-таки мерить с марта все 250 кг касса не на разовом. Либо 50 дать вот это... Вот какая коза низкий будет? Мне мало информации, потому что мне нужно сорт, предшественник и район. Понимаете, это еще... Касандарский район, Краснодарский район. Вот, Краснодарский район, сорт. Сорта у нас... Ну, у нас там, да. Ну, все равно. Понимаете, вот я же рассказал, сорта разные. Таня, огром. Таня, огром, кусящиеся сорта. У вас сейчас 250 касса получается, да? Да. Сто 50 касса. Сто 50 касса. Предшественник. Ну, кукуруза по-солнечному. Прошли предшественники. На руку 50 касса. Понятно, а махвост при посеве давался, само собой. На жигу тоже, хорошо. Значит, я рекомендую, опять же, 2-3 китать азота в первую подкормку. Поэтому вы касса даете, условно говоря, 150-170 касса в первую. И потом, через 2-3 недели, даете оставшиеся 70-80 касса, чтобы получить на 200. Ну, выйти на эти самые 250, которые были у вас за планет. У нас не получится перестимулировать. Ты сейчас стеблей для Тани, это еще ни о чем. Чтобы Таня дала максимальный урожай, она должна распуститься до 2,5-3 тысяч стеблей на квадратный метр. И потом уже они, естественно, будут сбрасываться. Но еще раз. Сейчас уже тысяча стеблей есть. Нет, пять побегов. Уже пять побегов? Нет, пять побегов. А, ну, видите, дискуссия такая. Значит, еще раз повторяю, Таня и Гром, чтобы они дали максимальный урожай, им нужно 2-2,5 тысячи стеблей сформировать при кущении. Потом они будут, каждый побег даст дополнительный корешок, и потом все равно они будут сбрасываться. Это естественный процесс. Но когда вот каждое растение даст 5-5 стеблей, каждый стебель, когда будет отсыхать, он все питательные вещества через усил кущения даст в главные колосья. А корни так и останутся работать. Поэтому для данного сорта нужно все на питание отдавать, и хорошее питание в первую азотную подкормку. Поэтому да. А потом уже, когда вот начнется выход в трубку, но если вы работаете в кассе, его не надо дожидаться дней за 10 до выхода в трубку, еще раздать касса. И, соответственно, тогда еще и количество колосьев сохранится, как говорится, они не все сбросятся, и колось будет более крупный. Вода. Вы сказали два сортатипа, да. Ну, это грубо так. Есть, конечно, переходные формы, но основных два сортатипа. Вы сейчас сказали по подпоркам, но почему вы в своих каталах не указываете, какой это сортатип, какие печеньки, какие там, эти самые чешуйки, все это пишите. Для нас практика важнее была вот эта. Ну, каталоги... Второе. Я не могу с вами согласиться, что почва, покрытая растительностью, меньше расходов в платье, чем открытая. Тогда бы пары не имели никакого смысла. Ну, пары, понимаете... Эти опыты были проведены не нами, а земледелами, именно с поверхности почвы и с поверхности листьев. Это к литературным данным. Лично я эти опыты не закладывал, но в данном случае действительно с поверхности почвы испаряется больше и неэффективно. А с поверхности листа уже идет, как говорится, ну, какой-то же растворитель вода, который не только охлаждает листья от перегрева, но также транспортируется во время испарения все питательные вещества из почвы. Поэтому, когда влаги не хватает, земля черная, она сильнее нагревается, трескается, и потом через все эти трещины, извините меня, глубина трещины, это глубина просыхания почвы. Поэтому там, где трещины есть, как говорится, там уже воды нет. Соответственно, под посевами пшеницы, скажем так, когда листвой закрыли, обычно трещины вы не найдете. Обычно трещины по кольянам тракторов, комбайнов, там, где переуплодненная почва и там, где пшеница плохо угнетена, ну, угнетенная, соответственно, хуже растет. Мы вас знаем, все инструкции мы чтим, как бы и изучаем все, как отчинаши, хотя отчинаши сейчас тоже мало пытает. Но вопрос, значит, вот 30-40 дней разрыв между первой и второй прозвучал первый раз. Вот. А следующий, да, дальше. Значит, вопрос состоит в том, что я давно заметил. Вот все-таки близкое расположение питания корневой системы и ранней весной, оно не способствует развитию корневой системы. Вот как-то правильно выстроить подкормки, чтобы и корневую систему развить в поиске, она будет развиваться в поиске питания. Будем говорить, к уходящему нитратному азоту распространяется и голодание не допустить. Вот такой вот, так сказать, это, кстати, вопрос может быть, вот, и Оля Ивановна возведите в практике, вот, Виктор Викторович, может быть. То такой есть, ну, возникает вопрос. Спасибо за вопрос. Действительно, 30-40 дней, это, конечно, средняя температура по больнице, потому что в ваших условиях, ну, может, на севере Ростовской области сейчас снежный покров, вы не пойдете в поле. У нас сейчас снега, в Краснодаре вообще ни одной снежинки не выпало, земля сухая, пыль летит за машиной, сейчас можно любые мероприятия проводить. И не только подкормки сейчас носят, уже даже пересевают, подсевают, даже сейчас можно не двуручками сеять в данную дату, а любой озимый сорт протравленный, можно посеять, он выколосится. И сейчас можно зимую пшеницу сеять в данный момент. Соответственно, и, ну, многие горячие головы начинают уже вносить азотные удобрения сейчас, в конце февраля, в конце января, в начале февраля. Но, опять же, еще повторяю, мы не знаем дальнейшей погоды, как она сложится. Если бы мы знали, мы сказали, да, можно ли, не можно. Но обычно опыты при наших предшествиях говорят, что в эту дату удобрения обычно вредят, чем, как говорится, помогают. Поэтому, ну, все-таки, у нас в Краснодарском крае мерзлоталое и сроки внесения первой азотной подкормки, это с 15-го, с 20-го февраля обычно начинают в это время вносить. И потом, естественно, может быть, мартом выпадет снег, и пшеница будет накрыта снегом. И потом уже несколько начинается лето, уже в конце марта, в начале апреля, и тут вносится вторая азотная подкормка. И тут даже не 30-40 дней, может быть, а 50-60, понимаете, выйти. Поэтому, конечно, это примерный календарный период, он может сильно варьировать и в ту, и в другую сторону. По поводу градиента, действительно, корни видят раствор питательных веществ и растут в ту сторону, куда дали питание. Ну, поэтому и наши предшественники недавно говорили, что нужно носить основное удобрение под основную обработку. И комплексное удобрение азотной, фосфорной калинины нужно носить при подпахоту, чтобы действительно питание было и глубже, чтобы корни стремились вглубь. А, соответственно, скажем так, висеть неожиданные подкормки, действительно, первое время они появляются у поверхности почвы, и корни начинают степо горизонтали. Поэтому тут рецепт один, действительно, полностью соблюдать интенсивную технологию возделывания пшеницы, которая давно расписана. И она обязательно включает основное удобрение, которое, к сожалению, мы, в лучшем случае даем припассивное, основное не вносим. Поэтому мы велосипед изобретать не будем, нужно просто читать наших классиков предшественников и выполнять эти рекомендации. Ну, из востока Ростовской области у нас 380-400 миллиметров осадка. Польше это темно-каштановый переходят там. То есть там чернозем, южный, маломощный. Ну, вот я хотел такой вопрос спросить. Если, ну, вот у нас только водит сухая, и сейчас там быстро, ну, допустим, нарастает там температура, и почва быстро пересыхает. Ну, понятно, вы даете рекомендации там для Краснодарского края, где там весной больше осадков. И, ну, вообще, как бы вы даете рекомендации для идеальных условий. Ну, вот если же таки основная весна, основная, ну, допустим, из 10-9, там засушливая, вот умные люди рекомендуют. Азотные подкладки, первую, это польная злота, внести сразу всю порцию азота и не заморачиваться. Ну, промоется он, азот, ну, куда он добиться? Хорошо, ну, промоется все. Потому что там температура будет нарастать, он подымется, а растение возьмет, думаю, все равно, ну, сколько, как говорится, надо. Вот эти полиции, чем больше проработать, а их пор не будет, как-то за пиори, тянутся. Ну, вот ваше, ну, как вы смотрите, на эту позицию следовать сразу всю дозу азотных подформок? Ну, вот действительно, наша страна огромная, и хотя бы, вот, вроде от Краснодара до 10-6 часов на машине. И насколько разные почвенные, как говорится, и условия, и климатические. Поэтому, действительно, вот я вспоминаю, вот, Аксакала Борисовича Александровича Гольдварга, там уже работает, еще с Лысенко общался. И он говорит, что всегда в Лисе дает прибавку 1 центер селитры, подкормка. Но 2 центера селитра в один год может дать, а в один год будет так засушить, что потом от нас сена получишь, никакого зерна не будет. И это правда, действительно, есть особенности районные. Я же действительно говорю, тенденции, и нужно давать поправку на климат и конкретные условия погоды в данном регионе. Погода очень сильно разная в наших, как говорится, даже в небольшом наших пределах. Поэтому, по вашим, как говорится, климатическим условиям, конечно, нужно иметь хорошие предшественники. Действительно, там у вас, наверное, вы по подсолнечнику не сеете, потому что все-таки идет под пары, наверное, пары пошли, предшественники очень жесткие там будут у вас. В ваших условиях, естественно, норма высева должна быть меньше, потому что воды может не хватить. Что еще? Смотрите, смысл вопроса. Я понял смысл вопроса, что ограничиться первой азотной подкормкой и не давать вторую. Что будет с азотом? Вы же сразу дайте, что произойдет, что на вашем месте. Ну, действительно, у вас там стоков, скажем так, потери, ну, опять же, я не знаю, насколько у вас балочная, скажем так, изреженность. И если тающий снег, может в балке весь ваш азот смыть, понимаете, есть такой риск. Если растение садовое не взяло, а снег растаял, тоже, знаете, в Калмытии дождь выпадет, вроде бы был. И тоже по этой пересушенной пыли оно просто стекает, как будто бы гидрофильный слой, как по жиру. И понимаете, вся вода в балках, дождя, был или нет, непонятно. Поэтому и в ваших условиях, какой рельеф, какая балочная изреженность, она все может уйти в речке, весь ваш азот не вниз, а в бок. Допустим, идеальное условие, ровное поле, никуда не стекло, все. Если идеальное условие, никуда не стекло, в принципе, да, можно давать удобрение типа КАСА, которое будет пролонгировано на действие, и, соответственно, нитрата сразу, амидную аммонийную форму постепенно будет выдавать в процессе вегетации. Это да. Ну, естественно, если воды острый дефицит, конечно, ну, огромное количество удобрения на растение не возьмем. Надо все-таки усредняться, уменьшать. Друзья, есть еще вопросы, Александр Николаевич? Александр Николаевич, по восточным районам, мы тоже с восточного района, по парам в основном все. Вот ваши рекомендации по парам вкратце, скажите, в плане ДВ, какой вообще нужно ДВ отработать, чтобы получить максимальный урожай? Ну, у вас пары для накопления питательных веществ, если в восточный район, там действительно уже каштановые, ну, не красноземные, каштановые почвы, более бедные. Но, опять же, вы смотрите влагонакупления. Просто бывают годы, что у вас такие ливни выпадают, что и пары не впитывают. Я сам лично видел, в позапрошлом году ехали на День поля Вишневской, русской земли. Там просто с паров стекала вода, такой ливняка шел. Ну, вы даже знаете историю полей, историю накопления. Сейчас уже на востоке Ростовской области воды гораздо больше, чем у нас на юге. Понимаете, так поменялось все. В этом году курс Белгород-Липец пшеницу не посеял, они не могли влезть, столько воды вылилось. Там портретки с берегов повыходили, все тонуло. Поэтому конкретный случай, конкретное поле и конкретные условия метео, как они сложились. И если влаги накопилось, вы видите, действительно может дать удобрения больше. Если острый дефицит влаги, если пары не выполнили свою функцию и мало накопили, только для вскотов получили влагу, то сильно, как говорится, много азота давать нельзя. Но если вы видите, что действительно влаги очень много, и что вы можете действительно пойти на рекорд, тогда вы исходящие условия формулы подставляете и, как говорится, пытаетесь получить максимальную отдачу. К сожалению, нет универсального ответа. Надо конкретное поле, конкретные условия смотреть каждый раз отдельно. Спасибо, Александр Николаевич. Большое спасибо. 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 Спасибо.